Я приветствую вас на своем видеоканале и сегодняшний наш герой это такое растение которое называется ятрышник и ятрышник для спортивного питания как элемент спортивного питания давайте рассмотрим более глубже эту проблему и в конце видео вы будете знать почему и какие причины лежат в основе того что ятрышник используется как спортивное питание давайте сначала о названии растений ятрышник что это значит это значит ятра это яички то есть по сути дела это интересное растение корни которого напоминают яички такое мужское настоящее растение с лечебной целью используется корень второе название ятрышника это солеп и примерно 70-80 лет назад солеп был чрезвычайно распространен я бы хотел провести аналогию с другим более известным растением под названием мака перуанская мака перуанская продается магазинах считается суперфудом и способна накапливать себе как много полезных микроэлементов так и других полезных веществ но перед тем как рассказать о полезных свойствах немножко обучение ассигнатура фитотерапии что такое сигнатуры это соответствие формы растения и механизма его действия допустим все растения красного цвета они способны влиять на сосудистую стенку и так действительно и происходит а тут растение которое имеет клубни и корни в виде яичек она способна улучшать мужские репродуктивные функции увеличивать выносливость и повышать силу и так остановимся на чисто медицинских аспектах ятрышника не касаясь пока спортивного питания это вяжущие свойства обволакивающие свойства потому что там содержится огромное количество полисахаридов почти больше чем 50 процентов растения это полисахариды теперь о спортивном питании с точки зрения пользы для спортивного питания и функции до в спортивном питании используются тонизирующие свойства растения и то что в растении способны накапливаться очень много микроэлемент и так сейчас больше подробности о том почему именно тонизирующие свойства и что это такое вообще термин тонизация это все-таки более англоязычный термин в россии мы используем термин адаптогены то есть увеличивающий выносливость за счет чего увеличивается выносливо дело в том что полисахариды составе растения они обладают адаптогенным действием я могу сказать что важно знать и помнить что у полисахаридов есть повышающий иммунитет действия адаптогенное действие и сейчас почти все пребиотики это полисахариды это примерно еще 50 60 лет назад считалось что полисахариды во фруктах в овощах это балластные вещества то есть вещества которые абсолютно не нужны организму а сейчас свойства полисахаридов доказаны и вот теперь в этом растении эти полисахариды обладают тонизирующим действием следующий нюанс этого растения это микроэлементный состав и именно это растение способно накапливать из почвы ассорбировать в себе больше микроэлементов чем другие растения зачем растению ятрышнику нужно это дело в том что это растение ятрышник делает накопление микроэлементов как бы про запас потому что она растет иногда в неблагоприятных условиях и как бы чтобы обезопасить себя на будущее она накапливать микроэлементы и в какие-то допустим неудачные года или какое-то неудачное соседство она может выжить в этих условиях и даже получить преимущество перед соседними растениями поэтому мне нравится аналогия с макой перуанской потому что это растение также растет в неблагоприятных условиях и также как ятрышник она накапливает микроэлементы для того чтобы выжить для того чтобы получить конкурентные преимущества теперь по поводу приготовления фитотерапии стандартное соотношение сырья и воды 1 к 50 и здесь не исключение 1 к 50 и соотношение следующая особенность это применение ятрышника до еды потому что когда мы применяем растения до еды мы повышаем биодоступность и больше полисахаридов способны проникнуть в кровь также очень важный момент не пересердствовать с дозы не надо принимать каких-то огромных количеств потому что осложнение от приема вот такого слизистого растения возможно это осложнение это появление запоров согласитесь для спорта это не самая нужная вещь также небольшое дополнение к этому видеоролику о том как готовить ятрышник вот это соотношение 1 50 то есть 1 чайная ложка примерно на стакан кипятка и затем нужно помешать его перемешивать до состояния густой такой слизи и в качестве итога я могу сказать что солеп ятрышник замечательный нутрицептик это замечательный элемент функционального питания надеюсь что информация была важной и интересной подписывайтесь на канал жмите лайки оставляйте комментарии и до новых встреч